Что-то компания Wupu в этом году не перестает радовать нас своими новыми девайсами. Всем привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. В этом ролике мы поговорим про новый девайс от компании Wupu под названием Argus 40WatKit. Девайс поставляется вот в такой вот компактной картонной упаковке. На лицевой панели изображен сам девайс в цвете, что ждет нас внутри. Также есть огромное название самого устройства и логотип производителя. А на противоположной стороне у нас все, как всегда, технические характеристики и комплектация. Открыв коробку, мы сразу же увидим вот такую вот небольшую коробку. В ней находится все необходимое, а именно кабель USB Type-C, два испарителя и инструкции. Под этой коробкой располагается сам девайс и два картриджа, о которых мы поговорим немного попозже. Новый девайс невероятно сильно похож на своего старшего брата Argus 80. Видимо, дизайнерам было очень лень придумывать что-то новое, и они просто уменьшили крутую модель. Девайс получился невероятно компактный, и его максимальная высота составляет 108 мм с предустановленным картриджем. Argus'а можно смело окрестить стелс-девайсом, поскольку он с легкостью прячется в любой руке. Панель управления просто как две капли воды, похожа на старшего брата. Здесь довольно небольшая прямоугольная кнопка Fire с углублением, что делает еще более удобным нажатием на нее. Чуть ниже располагается информативный дисплей, и еще ниже находятся кнопки плюс и минус. А в самом низу находится небольшая квадратная заглушка, которая закрывает собой отверстие USB Type-C. Чуть выше кнопки Fire располагается небольшая металлическая петля. На нее можно повесить ланьярд, и впоследствии данный девайс с легкостью можно носить на шее. По бокам этого девайса располагаются отверстия обдува. Регулируются они очень просто путем поворота небольшого рычажка. Внутри этого небольшого девайса располагается аккумулятор на 1500 мАч и заряжается усилой тока в 1 Ампер. А это означает, что от 0 до 100% он будет заряжаться примерно 1,5 часа. Ну и для сведения, такого аккумулятора при умеренном парении смело хватит на один день. Ну а правит всем баллом чип Genie в модификации AI, которая отличается своим сверхбыстрым откликом. Из режимов парения здесь есть лишь вариват с небольшими модификациями. К примеру, вы можете либо сами настроить максимальную и минимальную мощность, либо же поставить функцию, когда вы устанавливаете картридж, девайс понимает, что за сопротивление у вас на испарителе и подстраивает необходимую мощность. Ну и пришло время поговорить про картриджи. Их в комплекте сразу две штуки. Крепятся они к корпусу мода при помощи довольно плотных магнитов. Все держится довольно прочно, крепко и уверенно, и ничего не пытается улететь. Первый картридж это PNP, который рассчитан для больших и очень вкусных облаков. Второй же картридж это PNP MTL, и как понятно из названия, он предназначен для сигаретной затяжки. По количеству совместимых испарителей в УПУ переплюнули даже смог, ведь к этим картриджам подходит аж 12 различных испарителей. И среди этих 12 испарителей есть даже RBA база. В конце видео хочу сказать, что данный девайс отлично подойдет всем тем, кто только начинает знакомиться с миром вейпинга. Он обладает очень простым, но при этом полезным функционалом, действительно вкусными картриджами, полноценной регулировкой обдува и довольно большим встроенным аккумулятором, который заряжается за полтора часа. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok